Добрый день. 15 лет я занимаюсь бизнесом, 16 год можно сказать, сетевым. И всегда я мечтал о том, чтобы создать систему. Создать такой механизм ведения бизнеса, такой комплекс инструментов, материалов, подходов. Короче говоря, систему, которая позволяла бы, ну, если не автоматизировать бизнес, что невозможно, конечно, то хотя бы разгрузить рядового дистрибьютора от выполнения черновой работы, которая зачастую отвращает и убивает энтузиазм. Чтобы система была выстроена так, чтобы человек, потенциальный кандидат, попадая в нее, двигался бы как по конвейеру информационному. И созревал. Дозревал. Одни бы отпадали, а другие бы дозревали, и вступали бы в бизнес, и начинали делать то же самое. Мечта моя. Хрустальная. И вот сейчас мне, полагаю, это удалось. Практически. Ну, в самом существенном образом продвинуться в этом направлении. Потому что сейчас бизнес, который я веду, у меня работают, ну, в полуавтомате, стопроцентно. Вот за два месяца и двадцать дней я создал команду более тысячи человек, тысяча сто человек, которые растут со страшной скоростью. В первый месяц двести, второй четыреста, в третий вот сейчас по расчетам восемьсот, в следующий месяц тысяча шестьсот и так далее, и так далее, добавляется новых партнеров. А каждый партнер это красиво. Тем более, что они в системе. Это уже приносит приличные деньги, и вообще все развивается стремительно. И это очень радует. И я-то, собственно, не об этом сейчас хочу говорить. Я хочу говорить о дистрибьюторах и о их поведении. У меня есть два человека. Среди этих тысяч людей, тысячи с лишним, о которых я хочу сказать девушка и парень. Девушка делает точно то, что я говорю. Она не совсем понимает всю глубину и силу этой системы. Просто у нее нет опыта, и она не способна просто сейчас на данном этапе понять всю идеологию этого подхода. Но тем не менее, она имеет очень хорошее качество. Она делает то, что я говорю. И у нее очень хороший результат. Я ей говорю, Маша, Твоя задача наполнять систему людьми. Ну, представь, что это у тебя фабрика. Твой бизнес – это фабрика. И ты отвечаешь за производство готовой продукции. За выбор новых партнеров, дистрибьюторов и клиентов. Для того, чтобы это происходило, тебе нужно в технологическую цепочку, в цех, там, где оборудование стоит, сырье поставлять. Сырье, грубо говоря, но это люди. Вот если люди поступают на фабрику, то на конвейере технологическом, вот во всей этой кухне, происходит нечто от тебя независищее. И на выходе у тебя партнер, который подключается, и ты ему уже помогаешь делать то же самое. Вот такая фишка, вот такая система, вот такой подход, вот так все организовано. Тебе не надо думать, страдать. Твоя работа – наполнять систему людьми. А дальше все двигается. Вот смотри, ты даешь, у тебя есть продукт материальный, реальный, но ты даешь ссылку на свой сайт, который выглядит точно так же, как у тебя, у меня и у тысяч других людей наших, в нашей системе. И человек заходит на этот сайт, и он смотрит только то, что ты ему там предлагаешь. Не тобой это будет сделано, и уже сделано не тобой. Ты просто заводи туда людей. И человек посмотрит короткое пятиминутное видео, и скажет, да пошли вы, и уйдет. А другой скажет, интересно, и никуда не пойдет дальше. А третий скажет, это то, что мне надо. И все эти три человека, а может быть больше вариантов, они будут принимать решение без тебя. В это время ты можешь спать, есть, пить, что угодно делать. Главное, отправь их туда. Дай ссылку. Заинтересованные, отобранные системой люди двинутся дальше, и им покажут большую картину. Им покажут нечто более интригующее. И часть скажет, не, 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 мне это не интересно. И уйдут. Часть скажет, интересно, но не двинутся дальше. А часть бегом побегут дальше. И они придут на следующий этап, на следующий пункт в конвейере, где им подадут следующую порцию информации в нужном месте, в нужное время. Человеку, который уже кое-что понял. Он недоузнал, недоувидел, недоуслышал, и теперь он пришел, чтобы это получить и схватить. Именно то, что ему не хватает. Так задумано. И он попадает на следующий этап, двигается по нему дальше, и приходит на следующий, и говорит, ё-моё, вот теперь мне достаточно информации для того, чтобы принимать решение. И он или да, или нет. Если да, ты получила нового партнера, работай с ним дальше. Вот я научил её и парня, с которым она пришла, вместе они пришли в бизнес, обоих научил одному и тому же. И эту девочку Машу, и этого парка Серёгу. И вот качество людей. Эта Маша по профессии компьютерщица, программист она. Но у неё хватило мозгов сказать, Олег Григорьевич, вот как вы сказали, так и буду делать. Я ещё не очень врубилась, но я буду так делать. Она так начала делать, и у неё получается. А Серёга, коллега её, он говорит, ну да, классная система, но только я сделаю так. Я, говорит, сделаю так. У меня есть свой сайт, я его сейчас оформлю, и через этот сайт буду приводить на мероприятие, которое вы проводите сами, где вы выступаете, Олег Григорьевич. Я говорю, ну это неправильно. Он говорит, ну да, понятно. Я понял, да, да, я понял. И потом я смотрю, у него ноль, ноль, а у Маши растёт группа, причём стремительно. И я думаю, в чём же дело? Оба одинаковую информацию получили, у обоих одинаковый, одинаковая система, одинаковые условия. в чём дело? А потом смотрю, у него в скайпе ссылка на его сайт. Захожу на его сайт, а на этом сайте он, полагаясь на свои мозги, ничего против не имея, каждый должен думать своей головой, в обход того, что я ему говорил, того, что я ему рекомендовал, полагаясь на своё видение, как должен работать механизм бизнеса, он делает так, он на своём небольшом красиво сделанной сайте, если бы видели, какая там красотища, он рассказывает об этом бизнесе, об этом продукте, немного, пишет, где-то там страничку одну, потом рассказывает множество историй, людей, которые использовали этот продукт. и потом в конце он говорит, а вот чтобы подробно узнать, вам нужно пойти вот туда-то, и продвигает тот сайт, клон, который у всех есть одинаковый, где только лишь первоначально стоит самое ограниченное количество информации, видео стоит, пятиминутное, и больше ничего, ни одной кнопки нет. Вот он туда потом отправляет и говорит, а ещё дальше вы пройдёте там дальше, и рассказывает, что они там узнают на этом сайте, который есть началом системы. А дальше у него идут комментарии, примерно 60% таких позитивного толка, а остальные такого негативного толка, и с каждым комментирующим он вступает в полемику. И он весь в работе, он весь в трудах, он весь в заботе и в усилиях, он работает изо всех сил, мало очень людей попадает в систему, практически никто не идёт дальше. И вот я ему говорю, ты же неправильно делаешь, друг, ты, конечно, свободен, это твой бизнес, но ты неправильно делаешь, потому что ты нарушаешь принципы от простого к сложному, последовательно и постепенно ты перескакиваешь, ты делаешь глубочайшую ошибку, ты неправильно делаешь, поэтому у тебя нет результата. Нервничает, не соглашается нервничать, потому что он привык делать сайты, он профессионал в этом деле, он же знает, как делать сайты. Красивые, с кнопочками, со всякими разными примочками, и там, и это, и то, и вот сюда добавлено вот это, и тут всё укомплектовано, и прилажено так, что загляди, только ни хрена не работает. А вот там, где работает, там сделано только то, что нужно. Если бы большинство сетевиков понимало, как устроен этот бизнес, они бы обязательно нашли систему, которая сделала бы их богатыми. Но я, к сожалению, должен концентрировать, что большинство людей этого не понимает, или понимая, не хотят согласиться. Человек не будет делать ничего, если у него нет интереса, интереса, если у него нет желания, его никуда не двинешь. Чтобы у человека появилось желание узнать больше, ему надо не додать. Его надо поставить в положение человека жаждущего, недополучившего, стремящегося удовлетворить своё любопытство. Перекормленный человек, человек, на которого обрушен объём информации, которую он не способен переводить с самого начала, это, считайте, угробленный человек. Вывод из того, что я сказал. у нас в моём бизнесе работает система успешно. Есть люди, которые строго следуют тому, на что настроена она. Они следуют правилам. Они не делают из себя умников. Они не растопыривают пальцы и не кричат, что они что-то знают. Они просто строго следуют системе. Не потому, что я хочу построить всех по ранжиру и приказать делать так, как я считаю нужным. каждый свободен. Но работающая настроенная система, дающая результаты, заслуживает того, чтобы выполнять предъявляемые ею требования. В противном случае, нарушая систему, ты ни хрена не получишь. Ничего не получишь. Желаю вам удачи. Подумайте об этом.